В Казанском федеральном университете стартовали защиты дорожных карт институтов и первый, кто представил свою программу развития до 2020 года, стал один из ведущих институтов КФУ, Химический институт имени Бутлерова. Директор Владимир Галкин представил рейтинговую таблицу ведущих вузов страны и поставил ряд задач повышения конкурентоспособности КФУ, в частности, института химии. В области академической репутации, естественно, нужно проводить как можно больше резонансных международных конференций школ на английском языке, в том числе, с приглашением ведущих мировых ученых, которые, в общем-то, и формируют эту академическую репутацию. Репутация у работодателей, значит, у нас достаточно тесный контакт с работодателями, с нашими выпускниками, которые работают этим работодателем. Значит, здесь предлагается провести ампетирование работодателей, активнее привлекать работодателей числа бывших выпускников. Главная цель Химического института стать ведущим российским и мировым научно-образовательным центром в области фундаментальной и прикладной химии. Также Владимир Галкин обозначил большую значимость публикации научных статей. Их число должно только расти. Несмотря на лидерские позиции Химического института, должно повышаться сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями. Также создаваться новые образовательные и научные программы. Основная стратегия – существенный численный рост обучающихся и НПР Химического института за счет образования, науки, интернационализации и финансов. В ходе общения с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым были подытожены поставленные цели, планы развития новых программ Института химии на текущий год. Мы изначально, когда выбирали приоритеты, сказали, что эти приоритеты должны быть востребованы обществом, государством и исходили из наших ресурсов, прежде всего кадрового ресурса самого университета. То здесь просто нужно научиться все это формализовать и красиво показывать. Чего, к сожалению, мы иногда делать не можем. Другое дело у нас технологических вопросов, насколько мы сильны или слабы. Если мы сами это делать не можем, надо привлекать специалистов.